Привет всем, с вами проект Раскадровка и постоянный ведущего этого проекта Людмила Александрова. Здравствуйте, привет. И Алексей Власихин. Мы продолжаем наш разговор о 100 духовно значимых фильмах. И сегодня у нас «Магнолия» по Томасу Андерсона. Есть такая книжка, она называется «Лучший год в истории кино». 99-й. Да, ее написал Брайан Райферти. Когда какое-то рекордное количество крутых фильмов вышло. Это и «Красно-американские», «Ведьма из Блэр», «Матрица», «Бойцовский клуб». Видимо, там было время, ожидание миллениума, ожидание нулевых. Об этом сам автор в книге пишет. Когорд тоже молодых режиссеров, которым было что сказать. И получился вот такой прекрасный 99-й год. И его фильм «Магнолия» в нашем проекте представляет. И это третий фильм режиссера. Но второй после «Большого успеха», «Ночью в стиле буги», когда Нью-Лайн-Синема, вдохновившись успехом фильма, дала ему карт-бланш. Потому, что она очень хотела тоже поучаствовать в «Оскаровской гонке». И они ей сказали, всё, классно, молодой режиссер. Не растерялся полно Массандерсон. Забабахал на три часа. С девятью главными персонажами. С кучей актеров. В разной степени знаменитых. Я думаю, каким отчаянным должен быть продюсер, если к нему приходит режиссер, говорит, слушайте, я собираюсь снять фильм, который длится три часа, в котором девять персонажей. Девять линий, да. Да, девять линий. И я думаю, что он должен был прийти в ужас. Ну, как-то вот, видишь. И дождь из лягушек. Вот до того, как Марвел испортила Голливуд окончательно. Вот были люди, которые открыты к эксперименту. Один из главных людей, кстати, на площадке был человек, который занимается расписаниями актеров. Ну, потому что такое количество актеров разной степени знаменитостей. Нужно было графики просто их сопоставить. Перечислим. Том Круз, Джон Кристофер Райли, Филипп Сеймур Хоффман, Джулиан Амур, Филипп Бейкер Холл, Милора Уолтерс, Уильям Мэйси, Джейсон Робертс, Джереми Блэкман, Майкл Боуэн, Мелинда Дилан. Ну, какие-то имена знакомые, очень какие-то, в меньшей степени. Ну, в любом случае, тут, я, это прямо такой, знаешь, если бы не какой-то, ну, действительно, режиссерский дар Андерсона, мог бы такой просто капустник получиться. Молодой брюшер, говорят, снимай, что хочешь. Даже что так можно не придумать, в космос полететь? Но он берёт, что он говорит, что семья – это самое жаркое топливо всех историй. Хочешь драму – бери семью. Хочешь комедию – бери семью. Да, всё внутри такого института, как семья, есть. Все жанры вообще какие угодно. Не надо в космос летать. Посмотрись, вон, на собственные отношения с отцом, да, с мамой, с родителями, между поколениями. Ты найдёшь вообще всё, что хочешь, любой жанр. Один из главных мотивов этого фильма – это роль случая. Да, и здесь выросший на кино Андерсон обыгрывает вот эту тему, что вот так в жизни не бывает, так бывает только в кино. Да, какие-то события, которые нет, так только в кино бывает. Он пытается, ну, хотя снимает кино всё равно, но тем не менее противопоставить этому утверждению. Фильм начинается с перечисления трёх невероятных фактов. В жизни бывают настолько невероятные случайности. Да, что кино отдыхает. Да, что кино отдыхает. И эти случайности, он как бы такой заброс делает в самом начале фильма, не могут быть просто чем-то случайным, извините за тавтологию. Вот что вот в этих случайностях проглядывается что-то большее. Он берёт 9 разных персонажей, в жизни которых у всех кризис, какой-то потерянность. Да, герой Тома Круза, Фрэнк Мэкки, на первый взгляд, телепроповедник мачизма. Конечно же, что если его чуть-чуть потереть, налёт внешний от этого мачизма с него стереть, окажется такой потерянный мальчик, которому не хватило любви в детстве. Герой Джона Кристофера Райли, Джим Карринг, такой полицейский, религиозный, который недавно потерял жену, и вот тоже ему не хватает в жизни как-то любви, он тоже ищет её. Джулиан Амур играет, это называется на английском, интересно, трофейную жену. То есть, такая красотка, которая вышла замуж за богатенького магната. И в этих отношениях вроде всё понятно. То есть, она вышла замуж за него из-за денег, и он, в принципе, примерно так с ней отношения и строит. А теперь он умирает. А теперь он умирает от рака, да. Тут он, наконец, понимал, что на самом деле его любит. А он как раз является отцом героя Тома Круза. Уже запутались, да? Более того, там ещё один есть персонаж, который умирает от рака. Ещё один. И тоже является представителем телеиндустрии, ведущей, что... В общем-то, много двойных персонажей. Эти все повторения, они дублирующие, они в каком-то смысле передают вот это ощущение того, что жизнь как будто бы замкнутый круг, всё повторяется. И мы смотрим вот на этого маленького мальчика, который сейчас, ну, в настоящий момент для фильма является звездой шоу таких умников маленьких, и видим уже бывшего звезду этих телепередач, которые сейчас там выброшены, никому не нужны, и возникает ощущение, что судьба мальчика повторит. Да, и это ещё один отец прияде отцов, которым наплевать на своих детей. Да, да, да. Которых весь фильм завален такими отцами. Да, и вот эти вот богатые отцы, которые теперь умирают от рака, которые разрушили отношения со своими детьми. И кажется, что эти дети, они вырастут тоже всеми пораненными, не способными потом тоже выстроить какие-то отношения. То есть, вот это вот ощущение того, что мир, он с одной стороны перепутан, вот все как-то, ты понимаешь, что за любой какой-то внешний сейчас там или высокомерием, или за чёрствостью, или за там, не знаю, нынешней наркоманией, или за каким-то нынешним безразличием стоят какие-то детские травмы там, или травмы прошлого, скажем так. И вот эти люди, в свою очередь, опять наносят травмы тем, кто находится рядом с ними, кто как-то пытается с ними установить какие-то там близкие отношения. И вот это всё повторяется, вот это всё переплетено, и всё повторяется. Вот это ощущение мира, в котором... В каком-то смысле, я думаю, что эти девять персонажей, эти девять линий, они нужны для того, чтобы мы потерялись действительно. Чтобы мы действительно потерялись в фильме. И было такое ощущение, что... Вроде бы все разные, но тоже время... Все на одно лицо, что ли. У всех какие-то трагедии, все неспособны, все ничего не могут. И это ощущение тщетности, оно... Как-то бессилие главных героев вырваться из того, что с ними происходит. Время тикает ещё. В случае пожилых героев, да, они прямо ощущают. Да, они ещё умрут сейчас. Умрут и всё, умрут, и не смогут уже ничего изменить, ничего не смогут сделать. Ключевой момент фильма, ну, не знаю, там, своего рода, наверное, кульминация, да, когда все герои вдруг сталкиваются, ну, с отчаянием. Как-то не могут найти любовь. Не удаётся, там, дозвониться до, там, героя Тома Круза, чтобы он помирился со своим врающим отцом. Ну, и так далее. Вот эти все линии сходятся в одной точке, и они начинают петь песню «Wise up» Эйми Манн. То есть, я так понимаю, что эта песня, она специально написана, как саундтрек к фильму, и там есть такие слова о том, что... Что ты подумал, когда ты сначала начал это? Они, помнишь, поют все. Да, все-все. Все поют эту песню. Что ты подумал, когда ты начал это? Ты получил, что хотел? Сейчас ты можешь едва выдержать. Хотя, знаешь, это не прекратится, это не прекратится, пока ты не поумнеешь. И вот здесь случается то самое чудо, одно из тоже важных. Для этого фильма совершенно невероятная история, которые, говорят, на самом деле случаются иногда. Дождь из лягушек. Ой, смотрится, конечно. Но они нам специально сделали приписку для Гринписа, что все лягушки резиновые... Никто из лягушки не пострадал. Да, из лягушки не пострадали. Ну, их валится просто гигантское количество. Да, ну, я даже чисто... Мне кажется, что он бы с трудом мог найти настоящих живых лягушек в таком объеме. Да, ну, действительно, такой прямо из лягушек, из жаб. Вот просто они валятся с неба. Такие крупные, здоровые. Да, и это как раз-таки описывает тот парадокс, про который ты говорил, потому что он вспоминает в интервью, что когда ему сообщили, что его отец умирает от рака, всё, неизлечимый рак, он говорит, я себя почувствовала, как будто вот сейчас реально дождь из лягушек пойдёт. Ну, вот это настолько невероятно. Как твой папа, как, ну, кто так сильный, там, нерушимый, там, я не знаю, да? Это настолько невероятно. Это у него может быть этот сюрреализм какой-то, да? Когда человек неподготовлен к такой новости, когда всё вот плывёт и крошится, да? И вот для него и пришёл образ дождя из лягушек, где-то он его видел, но он не знал, что это библейский образ. В Библии дождь из лягушек – это кара, божья кара. Не только. Это кара божья, но это также знак освобождения. Потому что именно казни египетские, которые происходят в книге «Исход», это казни, посредством которых Бог освобождает свой народ. Ну, для того, чтобы евреи вышли из Египта, он мочит египтян, чем придётся. И здесь этот дождь из лягушек, он становится для героев чем-то таким спасительно-освобождающим. Он пробуждает тут уже умирающего телемагната, Орла Патриджа, который вдруг из-за этого звука очнулся и увидел сына перед своими глазами. И как-то, может, они не успели по-настоящему помириться, но что-то, по крайней мере, он посмотрел в глаза сына перед тем, как умереть. Да, и другие герои вдруг этому полицейскому вдруг чудесным образом с этим же дождём из лягушек возвращается утерянный им пистолет, из-за потери, которой он мог лишиться своей карьеры. Нам нужно какое-то чудо. Вот в этой всей круговерте нашей жизни, вот в том компоте, в котором мы варимся, нам нужна рука, протянутая извне. То есть, нам нужны какие-то события, которые позволят нам встряхнуться, которые позволят нам увидеть, что в нашей жизни помимо вот этих каких-то случайностей есть и промысел, есть чудо. То есть, в данном случае чудо – это как нечто, напоминающее тебе о небессмысленности и небесполезности, о необречённости всего, что с тобой происходит. Ещё здесь, мне кажется, такая идея, что вот они бесконечно крутятся в этом своём колесе, каждый в своём колесе, ничего не могут контролировать, всё несётся с бешеной скоростью куда-то, куда они не хотели, как они здесь вообще оказались, непонятно. И вот бывает, ну, к сожалению, в жизни бывают вот такие встряски, ну, вот как бы вот эти… Или к счастью. Да, или к счастью. Вот здесь это… Смерть того же близкого человека, да, или… По-разному, да. Что-то такое происходит, что тебя останавливает, ты не можешь… В этот момент ты вынужден остановиться. Это что-то такое, что ты должен осмыслить, это что-то сверх твоего опыта, что-то такое, перед чем, наконец, ты должен встать и обдумать. У тебя нет вариантов больше. Да, опять же, если уж мы вспоминали того же «Экклезиаста» и книги мудрости библейских, лучше войти в дом смерти, чем в дом радости, потому что это такие события, которые напоминают о конечности жизни. Да, и у Андерсона в этом фильме вот то, что позволяет людям пересобраться, действительно, это, ну, там, помимо дождя из лягушек, это действительно смерть близких. Это напоминание того, что жизнь конечна, и напоминание о том, что по-настоящему важно. И те, кто нас любит, и осознание того, что ты нуждаешься в других. Вот эти какие-то вещи, они становятся тем, что вытаскивает героев, по крайней мере, нет, я бы сказал так, не то, чтобы вытаскивает, дает надежду на то, что выход возможен. Да, и здесь есть два этих очень теплых персонажа среди всего этого зоопарка. Это полицейский, которому сказали, которого Джон Кристофер Райли играет, Джим Каринг. И медбрат, которого играет Филипп Сеймур Хоффман, тоже два таких человека, которые стремятся принести какую-то любовь и заботу во всем этом бардаке, который окружает их. И опять, возвращаясь к этой штуке, она для меня, правда, даже захотелось какие-то моменты чуть в фильме пересмотреть. Идея того, что в фильм скрепляют песни. Да, фильм начинается с песни «One is the longest number». То есть, один – это самое одинокое число. То есть, выражение одиночества всех героев. А в конце там звучит песня «Save me». То есть, это песня, в которой лирический герой просит спасибо меня своей любовью. Нам нужно чудо и любовь другого. Вот две вещи, которые нам необходимы для того, чтобы мы могли со своей жизнью что-то сделать. Конечно, фильм, в нем нет триумфализма, в том смысле, что в нем нет классического хэппи-энда, как, по-моему, сам Андерсон или кто-то другой назвал финал этого фильма самым грустным хэппи-эндом. В нем есть не утверждение того, что у героев все получится. Может быть. А остается легкая надежда. Остается именно надежда, ну, пускай не легкая. Остается надежда на то, что у них что-то вот в этом всем бардаке перепутанности, поломанности, исковерканности их жизни, их судеб, всего. Может вот эта любовь, это стремление как-то найти другого, понимание того, что нужно выйти из этой какой-то круговертия, это все оставляет надежду, что возможно, возможно, что-то у них получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok